Итак, всем привет! С вами Саунд Машика и наконец-то я наскребал хоть какие-то новости на данный момент, потому что в понедельник было совершенно нечего рассказывать, но сейчас есть кое-какие интересные вещи, которыми стоит с вами поделиться. Поэтому начнем сразу же. Во-первых, уже получается 3 апреля, прям вечерком, подрубили цифровые билеты Танакона для продажи. Стоят они 279 гривен, либо 662 рубля. Можно купить как через официальный сайт, вот этот warframe.com.com, либо как DLC в стиме, тоже можно купить. Дается все тот же набор, это баранька, это непонятно, это сигил, это клиф, доступ к барычу, в общем, вы знаете, что там находится. По-моему, это дешевле стоит, чем в прошлом году, в прошлом году было 1200 или 1500, точно не вспомню. Но тем не менее покупайте, но опять-таки учитывайте, что там все это дело находится. Тем, кто купил другие билеты, то есть не цифровые, вам, по идее, должны писать письмо на почту с ключом, который вы активируете, и вы все это дело получаете. Дальше, маленькая такая новость, если вы на поечке играете, то у вас должна быть скидка на платину, на покупку платина на 40% на эсбоксе. Сорян, ребят, такое себе, вы не получаете, вы играете. Касательно предстоящих патчей на этой неделе, выйдет, по идее, патч в среду, должен был выйти, разработчики написали, что должен выйти патч, касательно того, чтобы пофиксить делюкс Нароса. Чем-то ему не угодил, точно не знаю, но тем не менее, что-то попытается пофиксить. Также, вроде как, Меган намекнула на то, что Чумная Звезда на ПК, может быть, вернется, может быть, даже на этой неделе, на ПК. И, учитывая, что скоро патч, ну, кто знает, может быть, с патча вернется, а может быть, нет, не знаю, ну, кто знает. Опять-таки, все это делалось с ссылочкой на ВК-сообщество WarthamonSavetRussia, и они уже делают ссылочку на клип с Твичом Меган. Поэтому, как-то так. Касательно 1 апреля, я понимаю, что немножко запоздало, потому что уже 4 апреля, но тем не менее, разработчики тоже немножко отшутковались на 1 апреля. Они нам показали трейлер с как будто возможным для покупки генномодифицирующим набором, который бы, ну, скажем, преобразовывал наших питомцев довольно существенно. Кто забыл, был такой баг, когда только кого-то ввели, что вы могли совместить ДНК собак наших окошек, и получались такие химеры. И вот разработчики нам намекнули про это все дело. Они давным-давно что-то вспоминали на Твиттере, типа, засылайте нам сканшотики, и вот, собственно, что получилось. Но, тем не менее, это шутка, таких наборов не было, не переживайте, хотя я бы купил. Но, тем не менее. Также касательно вещей, которые в разработке. В частности, Стив нам там показывал вещи для геймпада, то, что они хотят поменять навигацию интерфейса, то есть переключаться не просто в фиксированном меню, а с помощью такого прицела, который перемещать и нажимать уже на кнопки. То есть, как в Destiny 2. Ну, такое себе. Некоторые люди не одобрили этот вариант, но это все еще в разработке. Также касательно интерфейса 3.0, они там малехо переработали самую окошку инвентаря, то есть то, что слева у вас, получается, вещи, это то, что есть, справа, это то, что вы, типа, продаете. Также, если вы отметили то, что некоторые игроки недовольны тем, что вот эти иконочки отображаются вместо названия предметов, видов и так далее. И они могут быть запутанными. Разработчики думают, что это дело все поменять было бы тоже неплохо. Это тоже может поменяться. Также, касательно того, что я раньше упоминал, что, возможно, будет кастомизация интерфейса, как мы захотим, имеется в виду то, что можно будет заменить задний фон, пока еще непонятно, как что. Это будет также замена цветового темы интерфейса, если вам не нравится обычная черно-золотая тема. Также скорость изменения интерфейса, то есть как быстро вот эти все элементы перемещаются. И при этом было подчеркнуто то, что старый вариант интерфейса он канет в лету, поэтому старого интерфейса больше не будет, когда ведется новый. Поэтому как-то так. Касательно еще вещей в разработке. Да, вонки, ну, относительно неожиданно разработчики написали, что ведется работа над системой питомцев 2.0. Ну, потому что мы на одном из дарстримов уже знали, что делается питомец Моа, вот этот маленький робот. Но то, что всю систему будут переделать, это хорошие новости. Но при этом особо мы много не узнали, кроме наброска основных идей. То есть что-то из-за зряда 1 плюс 1 равно 3. То есть имеется ли это в виду то, что можно будет анаменно брать варфрейм стражей питомца. Также была она такая тема типа sharing is carrying. То есть, возможно, питомцы будут носить вещи, будет у них вакуум. Неизвестно. Также имела заметка касательно специалиста по получению питомцев. Также касательно смешивания идей. Также касательно каких-то ваших пожеланий. Касательно гибридной инженерии. В общем, пока ничего не понятно, кроме того, что это все дело делается. И идут некоторые тизеры всего этого дела. Так что посмотрим. Если хотите предложение, можете отписаться на разработку соотечественному в твиттере. Может быть вас заметят. Также касательно числа получаемой кувы за наши кува выживания на миссии Тавуни в крепости кувы. Это все еще мониторится. Правда, мало вероятно, что он уже поменяется. Но кто знает, может быть с патчиком что-то изменится. А может быть нет, кто знает. Также опять-таки возвращаемся к тому самому сообществу Warframe in Soviet Russia. Они сделали ссылочку на интересную тему в дизайнерском консуле. Потому что у вашего покорного слуги нет доступа в этот консул совет. И соответственно там интересная идея идет о том, что собирают новые идеи для новых мистификаторов. Потому что, как мы знаем, Венера локация вроде как скоро появится. И разработчики спрашивают у этого дизайнераского совета новые идеи для мистификаторов, которые будут в этой локации. Соответственно мистификаторы будут у вот этого оружия, которое будет собираться на Венере. Так называемое процедурное орудие. То есть у них там будут соответствующие оружия, как у Эксоди, например, сейчас у ЗОШек. И также планируется ввод новых мистификаторов для брониоператора. Как текущий, так и будущий. Поэтому посмотрим. Вид будет уникальный, а получаться не будет только в новой открытой зоне. Как-то так. И также последняя для вас новость. Не то, что она была связана с Warframe, но так как мы на ютубе, это нас немножечко касается. Прям совсем, ну относительно недавно было совершено нападение на офис ютуба. Там какая-то женщина хотела пристрелить людей. Трое человек из этого пострадали. Одна в критическом состоянии. Но при этом женщина, видимо, то ли застрелилась, то ли типа того. В общем, страшные вещи происходят, ребят. Если видите какие-то новости по поводу ютуба, будьте готовы. Америка есть Америка. Ну и вся, ну как-то немножко пошатнулась моя уверенность в нашем мире и в обществе. Но тем не менее. Так как ютуб для нас это одна из основных платформ вещания и взаимодействия, и вообще обмена информацией. Я считаю, что вы должны знать, что происходит хотя бы чуть-чуть. Что такие дела. Ну а за всем все. Если хотите покупать цифровые билеты, покупайте. Ждем патчик в среду. Ну и молимся на разрабов, смотрим что-то как. При этом прайм тайма и дэвстрима на этой неделе, повторяю, не будет. Разрабы, они уезжают на выставку Pax East. Может быть, и они что-то на этой выставке покажут. Если покажут, я думаю, мы об этом узнаем. Ну а за всем все, ребят. Всем всего. Всем удачи. Берегите себя. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok